Девушки отдыхают Ну такая спонтанная встреча Вы еще и Рузвельт и Леонора Вот теперь-то я понял Я все могу объяснить, сэр Понял, куда угодил, в самый Вашингтон Я поняла серьезно, да Ну вот если начать разговор, поскольку времени у нас немного Евровидение прошедшее смотрели, удивило вас что-то там? Смотрел, ну то есть я бы его и не смотрел, конечно Но приходится смотреть, потому что потом его приходится комментировать Для большого количества всякого народа Поэтому Евровидение я посмотрел Ну результатами остался более или менее доволен То есть португалец был трогательный Не скажу, что великий, но такой вполне живой И не очень, прямо скажем, в формате Евровидения Ничего выдающегося или даже просто по-настоящему интересного там не было вообще Я рад, что неплохо выступила даже очень хорошо Молдавская группа, потому что они были такие развлекательные, веселые И уж если оценивать Евровидение с точки зрения просто такого шоу, не грузящего Я бы сказал, что их номер был очень хорош, итальянский номер был хорош Что там еще? С точки зрения музыки, по-моему, единственная вещица, которая там на меня хоть какое-то малейшее впечатление произвела Это была группа из Норвегии Ну, собственно говоря, и все Понравились ли белорусы, простите, одиозные, в белом, с гитарами? Белорусы мне понравились, потому что свежие, веселые, вот очень искренне изображали влюбленность друг в друга Тоже, в общем-то, было так радостно на них смотреть Ну, то есть таких вот совсем, чтобы противных, таких было довольно мало, хотя были, конечно Если говорить о Евровидении и его феномене, его феномен, прежде всего, на постсоветском пространстве Об этом много дискутируют, вот почему этот конкурс вызывает такой ажиотас? Почему, например, в той же России считается, что победа на Евровидении – это некий путь к Олимпу Это уже вот такой музыкальный Оскар, в том числе Или Ноберская премия даже В России вообще имеется много очень странных представлений Почему так понять можно? Просто потому что Россия – это страна, находящаяся под гипнозом телевидения Особенно первого-второго канала А первый-второй канал сделали все для того, чтобы превратить Евровидение В Сталинградскую битву То есть вы имеете в виду, простите, что излишне серьезно, да, подходит российская сторона к номерам? Или почему в Сталинградскую? Ну, потому что, потому что считается, что вот Евровидение, что это дико важно То есть, ну, это как минимум чемпионат Европы по музыке Хотя, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что это не так И что чемпионом Европы последние 50 лет является страна в Великобритании И никто там близко и рядом не стоял Они после Брексита смогут продолжать такой вопрос? Да смогут, разумеется Брексит тут вообще ни при чем, честное слово У нас, да, я не очень понимаю, честно говоря, почему это происходит в России Потому что почему это происходит в Латвии, Эстонии, той же Молдавии Или там Грузии, Армении Я понять могу Это маленькие страны Которым, в общем-то, так особо на протяжении всего года предъявить нечего О них мало пишут Очень многие вообще о них ничего не знают А уж если попробовать на карте показать Так это, я думаю, все европейское население начнет реп чесать Так что для них вот взять и засветиться на Евровидении Но это важно Значит, вот мы есть Есть вот мы такие латыши У нас есть музыка И эта музыка модная И мы такие клевые Узнаете у нас, пожалуйста Погублите, да, потом Вот Почему такой вот комплекс Комплекс маленькой страны Какой-то комплекс такой вот государственной неполноценности Имеется у России Мне сказать трудно Потому что Россия страна, как мы знаем, огромная Пишут о ней очень много Плохо, правда, но все равно очень много Поэтому откуда взялся вот такой раж В России по поводу того, насколько для нас Критически важно это Евровидение Я понять не могу По-видимому, все-таки русские комплексы Они какие-то еще более застарелые Вот и запущенные Чем можно себе предположить Кого следует Да Пожалуйста, джентльмены Благодарю Кого следует посылать на Евровидение Если у вас какое-либо соображение Либо план, либо рекомендация Кого бы вы были рады вдруг увидеть Может даже для смеха и веселья В этом списке Кого Россия отправляет на этот конкурс? Ну тут может быть довольно много претендентов Самых разных Начиная от ансамбля Красной Армии Имени Песни и Пляски С какими-нибудь, значит, этими Хоровыми исполнениями патриотических песен Ну и кончая Сергеем Шнуровым, скажем Он все мечтает Масса анекдотов Или группу Пуссирает, скажем Они же по-прежнему Инна Димаша Они гражданки Российской Федерации Вот Пуссирает послать на Евровидение Тоже хорошая идея Вот Но если говорить, так сказать, методологически То, во-первых, я бы, конечно, от России Ни в коем случае не посылал бы артистов Которые поют по-английски То есть это полный отстой Я просто очень рад, что и в этом году Выиграла песня на родном португальском языке Я рад, что белорусы пели по-белорусски Потому что вся вот эта патриотическая возня в России По поводу конкурса Евровидения Она легко и мгновенно разбивается Один единственный аргумент А на каком языке пели все эти Биланы, Шмеланы и так далее Все пели по-английски А кто писал музыку И выясняется, что музыку писали какие-то шведы помойные Которые там сидят в этой своей Швеции И просто на конвейере стругают еврохиты То есть все вот то, что представляло Россию на Евровидении В последние ну лет, по крайней мере, 10 Это все на самом деле фейк Это никакая не Россия Это английский язык и шведские аранжировки И какой-то там еще тоже, по-моему, шведский продакшен весь визуальный Так что при чем тут вообще Россия? Значит, если это Россия, великая страна, великая культура, великий могучий русский язык То, естественно, песни должны петься Наши отечественные, своего сочинения И на родном русском языке Вот это я бы сделал просто вот абсолютным и непреложным правилом Если посмотреть на Евровидение В этом году Россия не участвовала И певицу Самойлова туда не пустили В общем, история просто таким политическим всем контекстом Вот как вы считаете? Вот вы говорили о том, что Евровидение это наш То есть российский Сталинград Я сейчас наш упомянул именно в контексте Первого канала и России Не будет сейчас изменения какого-то по отношению к этому конкурсу И попытка отчуждения его и отстранения, может быть, от российского телевизора и зрителя? Или со следующего года все обратно вернется? Вы знаете, что я уверен, что со следующего года все обратно вернется Просто потому, что для Первого-Второго канала в Евровидении это золотое дно Причем не только в переносном смысле в плане рейтингов и всего прочего Но и в самом прямом То есть я абсолютно уверен, что Евровидение в России это коррупционная история История коррупционная как в плане отбора кандидатов на Евровидение Так, главное, в плане того, что вот тем самым шведам, которые стругают все наши песенки, вот, естественно, им отваливается некоторое количество денег, но, как это всегда бывает в России, вот я зуб дам, вот, просит какой-нибудь первый-второй канал за услуги шведов, скажем, 2 миллиона долларов, а платит им, на самом деле, 1 миллион долларов, а то и полмиллиона. По дороге поширяли, да. По дороге, Юлию Самойлову, которой так все обещали в прошлом году. Самой певице Самойловой, как вы предполагаете, больше навредила этой истории какую-то травму, может, психическую нанесла или все-таки помогла в жизни и творчестве? Я не знаю певицу Самойлову, честно говоря, в общем-то, особого дела у меня до нее нет. Я слышал песни в ее исполнении. У нее, кстати, симпатичный голос, такой низковатый. Мне вообще нравятся такие голоса женские. Но лично я ее не знаю. О ее опыте участия, точнее, не участие в Евровидении я с ней не разговаривал. Ее психологического состояния представить себе не могу. Но, как вы считаете, вот эта история с Самойловой, она была разыграна и просчитана? То есть, попытка... То есть, они решили, что у них то, что называется win-win situation, да? То есть, в любом случае, они выигрывают. Они знали, что она выступала в Крыму и что, по идее, украинцы должны были бы ее отфутболить. Но они решили, если украинцы ее отфутболят, то мы сможем на весь мир представить украинцев как этих гадов и нарушителей прав человека и так далее. А если украинцы ее не отфутболят, то, значит, украинцы прогнулись. Опять же, нам приятно. Ну, и инвалидность ее тоже каких-то лишних очков добавит. Ну, получилось, естественно, все по первому сценарию. Кстати, абсолютно правильно, я считаю, Украина поступила, что решила действовать по закону. Ну, закон есть закон. Но болгарин же вот потом, как оказалось, тоже был в Крыму. Ну, про болгарина, я думаю, они просто не знали. А Савельева у них была там во всех этих самых аналах. Кстати, я думаю, что болгарина, конечно, тоже надо было отстранить. Но я думаю, там уже этот Европейский вещательный союз уже взмолился. Тем более, что болгарин значился там в фаворитах. Кстати, ничего хорошего в этом болгарине я не нашел. Что там публика переживала? Я не знаю. Мальчик похож на девочку, разумеется. Поет тоже как девочка. Это песня, песня никакая, голосок есть. Но, ну, ладно, боксин с болгарином. Просто я хочу сказать, что скандала из этого не получилось. То есть, никто особо Украину за это не осудил. Никаких там срывов мероприятия не произошло. Вот, поэтому провокация, в общем-то, не сработала, конечно. Справедливо ли понимать, что действительно, как широко обсуждается какое-то уже время, существует некий кризис на российских сейчас первейших каналах в плане музыкантов? Потому что же и петиции насчет новогодних огоньков стали появляться как-то активно. Собирали против Пугачевой зрителей голоса. Потом раскаялись. Да, потом вроде раскаялись. Но вот какое-то в последнее время действительно массовое обсуждение. Действительно ли есть этот кризис? Почему он внезапно? Всегда же вроде бы так было. Те же самые артисты. И каково положение вот на этом телевизионном рынке певцов? Ну, я думаю, тут все очень просто. Кризис, судя по всему, имеется. И возник он из-за того, что каждый год все одно и то же. То есть, абсолютно одинаковые передачи, абсолютно одинаковые артисты. То есть, ничего не меняется с тех пор, как, по-моему, на новый 95-й год мы с Леней Парфеновым придумали вот эту вот формулу, когда молодые артисты поют старые песни. Старые песни о главном. Иногда вместе со старыми артистами. Это вы с Парфеновым придумали? Это придумали мы с Парфеновым. Потом я с телевидения ушел. Парфенов это перетащил на первый канал под названием «Старые песни о главном». Вот после этого, а это я повторяю, в 1995-й год. То есть, я на НТВ работал с весны 1994-го года, и под Новый год мы с Ленькой придумали, значит, вот эту вот историю. Ну, отлично, всем нравилось. То есть, за последние 20 с лишним лет ни одной новой идеи по поводу новогодних развлекательных программ на телевидении не появилось. Вот, мало того, что нет новых идей, нет еще и новых артистов. То есть, весь набор один и тот же. Почему весь набор один и тот же? Тоже по понятным причинам. Потому что артистов связывают с продюсерами, редакторами телеканалов определенные отношения. Причем как личные, так и финансовые. Поэтому ожидать того, что там покажут какие-то молодые таланты, нераскрученные и незасвеченные, нельзя. То есть, если такой талант вдруг появился, то это значит, что за него занесли столько денег, что мало не покажется. То есть, сам талант себе дорогу не пробьет. Да, да. Уже вот это не работает. Нет, я говорю, пробьет, но за рекордную взятку. А сейчас как бы кризис. Денег таких особых ни у кого нет. Поэтому, если раньше еще возникали какие-то непонятные звезды, звездочки, точнее, в новогодних программах, так это потому, что у кого-то любовник-олигарх, у кого-то папа-банкир и так далее. Сейчас олигархи и банкиры тоже затянули пояса, поэтому этого не будет. И будет все то же самое. А интернет, он не является некой альтернативной площадкой, которая работает уже не за деньги, а за талант, если так упростить. Ведь интернет, ютуб, по идее, собираешь просмотры, и там уже никакие деньги, наверное. Нет, интернет, естественно, дает все, что угодно, и тут все по-честному. Ну, то есть, естественно, есть там тоже какие-то трюки и приемы, но, в принципе, в интернете все по-честному. И поэтому, скажем, все эти клипы группы Ленинграда, которые расходятся миллионами, в общем-то, их реально смотрят на самом деле. И в интернете, естественно, выкладывают свою музыку и свои видео все абсолютно любой, даже самый дремучий андерграунд. Но мы же говорили о новогодних программах телевидения, которые не имеют к этому делу, ну, совсем никакого отношения. Шнуров Сергей Владимирович, вышеупомянутый лидер группы Ленинград. Кто он, как его воспринимать, Артея Якимович? Он гений нашего времени? Совесть или ничто такого? Просто предприимчивый артист, как он объясняет, почему такой вдруг феноменальный успех? Понятно. Ну, можно сказать, что он бессовестный гений нашего времени, если объединить два использованных вами эпитета. То есть Шнуров Сергей, конечно, человек в высшей степени талантливый, невероятно ушлый, невероятно циничный. Я его знаю довольно хорошо, в том числе и лично. Могу сказать, что это действительно очень неординарная личность. Что-то мне в нем нравится, конечно, интуиция у него потрясающая, что-то в нем мне отвратительно. То есть это вот его гиперрушлость и это его, в общем-то, трусость в некоторых ситуациях. То есть он не может ради своей выгоды пожертвовать ничем. А что бы вы хотели, чтобы он сделал? Ну, я бы хотел, чтобы он, например, мог откровенно высказываться о некоторых своих позициях, чего он принципиально не делает. По той же Украине, по тому же Крыму, по тому же Путину и прочее, и прочее. Он нормальный человек, и поверьте мне, он умный парень, и все понимает, что к чему. Но я думаю, что его будут пытать калеными щипцами, но он ничего на эту тему не скажет. Он будет молчать, как партизан, или говорить, что все в порядке, а я Путина люблю. А если вообще говорить о деятелях культуры, искусства, об артистах? То есть, на ваш взгляд, они могут оставаться вне политики? Могут, естественно. Огромное количество артистов остается вне политики. Другое дело, что сейчас можно вообще молчать, и таким образом твое молчание, даже полное, без каких бы то ни было высказываний, уже будет политическим жестом. Вот, скажем, есть у нас Боря Гребенщиков, который на политические темы вообще не высказывается абсолютно. Но уже одно то, что он отказался от того, отказался от этого, спел песню такую-то, спел песню там-то. Вот, уже это одно сразу однозначно совершенно говорит о том, какой политической позиции он придерживается, по какой сторону баррикад находится. Вот, я считаю, что это абсолютно достойно, потому что совершенно не обязательно артисту быть трибуном и политическим деятелем. В конце концов, то есть, единственное, что артист должен, он должен быть верен своей музе. То есть, вот, если его интересует, как материал для песен, политика, как, скажем, Васю Обломова, или, там, Васю Шумова, или Миша Барзыкина, отлично, пусть пишет злободневная, значит, песня о гидке. А если его интересуют только вопросы любви и смерти, и вообще в гробу он видал всю эту прозаическую жизнь, ну, ради бога, пусть он пишет об этом. Главное, чтобы был искренен и талантлив. — Владимир Бегунов, один из основателей группы «Чаев», гитарист этой команды, он был у нас в эфире, он, в частности, высказал такое мнение, за что его потом в Фейсбуке сильно ругали. Он сказал, что считает Макаревич достаточно лицемерным, я сейчас по памяти цитирую, потому что он сам был на кремлевских кухнях, сам для них играл и знает, что, какую реакцию вызывают его слова и так далее. И, по словам Бегунова, опять же, страдает не сам Макаревич, а группа «Машина времени», которая из-за высказываний Макаревича. Вот как вы относитесь вот к этим комментариям внутри вот этой рок-среды, рок-тусовки? — Нет, я считаю, что комментарии должны быть. Другое дело, что этот комментарий абсолютно идиотский, потому что Макаревич действительно был на кремлевской кухне, и действительно его довольно близкий друг был, по крайней мере, не знаю, как сейчас, Дворкович, ближайший человек к Медведеву. И с Медведевым они тоже достаточно близко общались. Так что, да, был он на всех привилегированных кухнях. Но это как раз я-то считаю, что, наоборот, это свидетельствует к чести Макаревича. То есть он знал, чего он лишается, он знал, какая будет реакция, и тем не менее он на это пошел. То есть он не мог молчать, не мог делать того, что, скажем, точнее, не делать того, что не делает Шнуров. То есть он честно сказал, вот я вот думаю вот так-то и так-то. Вот, естественно, он, ну, насколько мне известно, что с Макаревичем-то я как раз общаюсь по-прежнему довольно честно. Он не ожидал... Тьфу, тесно, конечно, не честно, но и честно тоже. Честно и тесно. Он не ожидал такой озверелой реакции, вот, и мы с ним как раз в 14-м году летом довольно много времени вместе проводили. И он был, конечно, потрясен, он был в нокдауне. То есть держался он хорошо, но ему было очень тяжело, просто очень тяжело. Именно, именно потому, что он не предполагал... То есть он знал, что лишится поблажек со стороны начальства кучи привилегий, каких-то концертов и так далее, но он себе не представлял, что такое количество его собственных поклонников от него отвернется. А вот не связано ли это действительно с его музыкой, каким-то образом, действительно, какой-то прямо феномен? Все, кто так любили его песни, против него же и обострились, так нечасто бывает. Может быть, потому что это определенная категория людей какая-то? Мне трудно сказать. Тут легче всего ответить словами пословицы, что от любви до ненависти один шаг. Вот, но Макаревич, он мне просто об этом говорил, его дико деморализовало то, что ему казалось, что вот он вот пел все эти свои песни о любви, о доброте, о свете, о свечах и так далее, и ему казалось, что эти песни в людей проникали. Вот, что они верили в это и что они вот становились от этого лучше. Оказалось, нифига, нифига не слушали его песни, но, по-видимому... А понимали свое что-то. По-видимому, да, их смысл до них не доходил. Вот это, вот это Макаревича просто реально подкосило. А если говорить о Шевчуке, у него юбилей, 60 лет, и вот Юрий Шевчук и его слушатель, его аудитория, вот на ваш взгляд, вот как раз песни Шевчука, они проникали в аудиторию? То есть, там нет такого, как с Макаревичем, вот этого отторжения Шевчуку достаточно? Да нет, я думаю, я думаю, с Шевчуком история примерно такая же. У Шевчука она приняла вообще такой совсем трагический характер, потому что Макаревич, он человек из интеллигентской среды, и, в общем-то, если не считать каких-то там политических людей, чиновников, олигархов, в общем-то, все его друзья остались с ним. То есть, он не лишился своего ближнего круга. Ближний круг у него какой был, такой и остался. А вот у Шевчука история несколько иная, потому что Шевчук, он человек народный, и у него были друзья, условно говоря, и с той стороны, и с другой. С одной стороны, всякие гнилые интеллигентики вроде меня, с другой стороны, он дружил с ребятами, которые воевали в Афганистане и в Чечне, там, прочее, прочее. И оказалось, что часть его друзей здесь, часть его друзей находится совершенно в противоположном месте, если говорить об убеждениях и мнениях. И вот для Шевчука вот это стало страшной, тяжелой историей. Вот, к тому же, эта трещина и по его семье прошла, потому что Катя, его жена, она украинка, и с ней тоже все понятно, она киевлянка такая, щирая. Вот, поэтому у Шевчука очень тоже болезненный был период, от которого он, по-моему, только вот сейчас как-то начинает отходить. Они сейчас сидят в Питере, записывают новый альбом, так что где-то, я думаю, к июню, к июлю новый альбом ДДТ будет готов. Вот, но я думаю, что будет сильная работа. Витя Шевчук всегда пел, и, в общем, тоже отношение к власти, к российской власти, оно было достаточно критичным, и можно вспомнить там и Родина, и даже из его, так скажем, золотого фонда, и капитан Колесников по Курску. То есть вот это вот критическое отношение к власти, оно было всегда. Вот, на ваш взгляд, сейчас это что-то изменило именно, вот этот раскол? Ведь его аудитория, она по логике должна быть подготовлена к его позиции. Сейчас, в общем, насколько я могу понять, очень может быть, что Юрк меня бы опроверг, но я просто вижу, что он сейчас старается петь не о том, что разъединяет, я прошу прощения. Так мы узнали, что у Троицкого стоит рингтоном на телефоне, но не совсем опознали. Из Москвы звонит. У меня вообще вот этот телефон очень редкий, фирмы Asus, это какая-то тайваньская, что ли, фирма, он мне понравился по дизайну, он весь такой желтенький, веселенький. Да, кстати, телефон желтый. Но вы как, если это какие-то мелодии все устанавливаете? Я нет, ничего, я не устанавливаю, на остальных телефонов у меня просто дребезжащий телефонный звонок. Да, значит, вот по поводу Шевчука, значит, по-моему, у него сейчас такой период, когда он стремится петь не о том, что людей разъединяет, а о том, что людей объединяет. То есть любовь, доброта, все хорошее против всего плохого. Вот сейчас у него такой подход, потому что он на самом деле, ему ужасно не хочется как бы петь для одних своих друзей, при этом отчуждая других своих друзей, не менее ему дорогих. Но песня «Не стреляй», она ведь не теряет актуальности, она про это послушает. Песня «Не стреляй» и многие другие песни «Когда не кончится нефть» и «Иван Помидоров», они все актуальности свои совершенно не теряют. Две минуты бесценной встречи у нас осталось. Пройдемся по попсе, если можно, вам нравятся грибы, Артемий Кирович? Нет, мне абсолютно не нравятся грибы, я вообще не понимаю, откуда берутся эти вирусные феномены. А кто сейчас вообще вот на первых позициях на музыкальном рынке находится по-вашему российскому, не в телевизоре? Я на музыкальный рынок не хожу. На горбушку, в смысле. Какие-нибудь появились ли рокеры влиятельные, которые вот наряду с упомянутой вышли? Нет, сразу отвечаю, чтобы сэкономить время. А «Ляпис Трубецкой» там как вам, например, «Ляпис»? «Ляпис Трубецкой» уже давным-давно эта группа распалась. Сейчас имеется группа «Брута» и группа «Трубецкой». Но я считаю, и та и другая группа хуже, чем был один «Ляпис». «Алло и Вера» группа какого? Я слышал это название записи, не слышал вообще, ничего не знаю. Я вообще актуальную музыку воспринимаю с большим трудом, и ковыряюсь я вот так вот уже по-настоящему тщательно только в «Эндерграунде». Вот если бы вы меня спросили бы про последний альбом группы «Четыре позиции Бруно» из города Екатеринбурга, или «С коленями как у птицы» из города Смоленска, тут я вам сказал бы кое-что, поскольку эту музыку я слушаю. А «Попсятину» вот всю эту, даже если она маскируется под рок, я не слушаю вообще. Но, кстати, вы упомянули Екатеринбург, то есть этот город остается по-прямому такой кузницей кадров музыкальных? Да, 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 в Екатеринбурге вообще неплохо. Я там был не так давно, и к удивлению своему, вот насколько мне не нравится теперешняя новая Москва, настолько мне понравился новый Екатеринбург. То есть он может стать лидером в плане вот такого рок-движения? Насчет лидера не знаю, но мне очень понравилось, что самый высокий дом в Екатеринбурге, такая здоровенная 60-этажная башня, называется, причем официально называется «Высоцкий». Ребята, я пошел, извините, пожалуйста. Спасибо вам, спасибо, дорогой. Артемий Троевский был у нас в эфир, такой спонтанный эфир, отпускаем.